Кто еще без визитных карточек? Может быть, пора сделать. Это очень украшает наш с вами бизнес. Подумайте, что вы хотите там изобразить, подумайте, что вы хотите там написать, подумайте, как оно может быть там, как оформлено. И у вас будет своя личная визитная карточка. Это очень красиво, это очень трогательно. А теперь калаш мечты. Забыли или делаете по-прежнему? Делайте. Мы бы на такую находку дошли, что если вы стесняетесь вывесить это на стену, ну, пожалуйста, в папочки с мультифорками складывайте. Что-нибудь... Бывает же такое немножко спад настроение, да? Мы же с людьми работаем. Бывает спад, а бывает люди нас так вот немножко удивили. Назовем это так. И как нас люди удивили? Взяли, вывестали свою папочку, и настроение вернулось. У меня периодически происходят удивительные совпадения. Я папочки делаю много, и я их теряю дома. Ну, а не надо намекать, я все-таки не знаю. Вот, бабочки я теряю дома. Представляете, спустя какой-нибудь год или там полтора, я нахожу бабочку со своим мечтами. А самое известное выражение Валеры, наверное, мне сейчас подскажет. За сбычу мечты. Вот чтобы сбылись мечты все. Вот так хотелось Валере. Так хотя бы вы определитесь со своими мечтами. Вот я папочек наделала, как Белочка дома закопала, потеряла. Нашла, обрадовалась. Открыла, посмотрела, ахнула. Половина, ну почти половина вещей, которые я вырезала из всяких журналов, складывала в папочку, случайно купилась. Реально совпадает даже вот как бы вот, знаете, ну совпадает. Чудо, чудо. Поэтому есть правила, которые Валера, он знал интуитивно. Он так не структурировал материал, он так не учил людей. Они у него были внутри. Он заражал скорее своей вот харизмой и своим умением жить. И своим умением подойти к людям. Его можно было копировать, да? Даже не записывая вот так четко и последовательно. С ним хотелось просто быть. Если у вас сегодня есть лидер, с которым вам хочется быть и есть что копировать, у вас будет результат. Если ваш лидер еще недостаточно созрел, такой тоже возможно. Мы как бы понимаем, что, может быть, вы одновременно с ним в один день пришли. То лидеру нужно задуматься и почитать книги, поучиться чему-то, так я не знаю, как-то измениться. Ведь понимаете, основная задача всех нас – измениться. Измениться в лучшую сторону. И изменить свой город в лучшую сторону. Я вот когда думаю, новости смотрю, новости, да? Грустные новости. Других же сейчас не бывает новостей по телевизору. Мне всех за державу обидно. То деревня у нас спивается, то там, я не знаю, люди из Жоза высокими стали. Представляете? А мы вносим свой в противовес вклад в то, чтобы люди были мирными, здоровыми, добрыми. Умели общаться, умели мечтать, умели достигать своих желаний. Это ли не миссия компания? Нельзя все сводить. Вот как-то мы переусердствовали с мотивом, задачей, планом и так далее. У компании миссия сделать так, чтобы как можно больше людей посмело быть и здоровым, и счастливым, и богатым, и красивым. И спонсор, чтобы был умный, и муж, чтобы был хороший. И за границей домик у нас два. Домика, ну, можно и больше. Понимаете? Это ли не задача? Это ли не привлечет к нам нормальных, адекватных людей? Подумайте. Может быть, чаще нужно говорить о той миссии, которую заложил когда-то, 17 лет назад, Валерий Владимирович Рубинский, который сказал, мы будем лучшими, мы будем первыми. И пусть мечты все сбываются. Так вот, дорогие коллеги, уважаемые дамы, господа, женщины, мужчины, созбыть меч, чтобы у всех у вас были желания, и чтобы все эти желания ваши обязательно исполнялись. Я поздравляю вас с праздником 17-летия нашей компании. Я желаю вам всех благ. И спасибо вам, что вы так долго были внимательны и слушали все. Уважаемые коллеги, я передриславлюсь в первый ряд для того, чтобы вам показать тоже маленький фильм. Мне понравилось то, что сделал Женя, а он полутора минуты. Я про уровень профессионализма. Как важно быть профессионалом и работать с профессионалом. Посмотрим, Сашин, обучающий военный фильм. Так, возьми. Сашин, обучающий военный фильм. Сашин, обучающий военный фильм. Сашин, обучающий военный фильм. Сашин, обучающий военнное фильм. Сашин, обучающий военный фильм. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 а потом больше успех, потом больше энтузиазма, больше успех. Начинается все все-таки с энтузиазма. И поэтому вот эта вот, Валерина, фраза, которая сейчас вызывает, она, потому что она парадоксальная, поэтому это так весело, да, то, что я говорила тогда, оказалось правдой. Потому что вот этот, то есть энтузиазм в нем был, да. И вот то, что я сказала, научись изобразить искренность, да, и дело в шляпе, и так далее. Всегда все начинается лично с вас. Ведь очень часто к вам приходят, подходят, и ко мне подходят, и сегодня там на спартакиаде, и везде, где вы бываете на каких-то там мероприятиях, к вам как к лидерам, если вы лидер, да, подходят люди и говорят, ой, подскажите, ну вот как же так? Вот я один, у меня никого нет, да, я тут работаю, забитые, заброшенные, да, вот, у меня нет ни от кого-то ни поддержки, ни помощи, да, вот я бьюсь, как рыба об лед, да, и ничего у меня не получается. И у меня нет никакой перспективы. Вот в этом городе вот это вот так, вот там лидер вот такой молодец, он вот свое брюшко все собирает всех, да, он там с ними работает, а я вот, у меня ничего не получается. На самом деле, у всех все может получиться. И чтобы попасть под крылышко к кому-то, знаете, у Валерии еще была какая мудрость, которым он учил вообще всех. Не надо тратить время на тех, кто не собирается его проводить с вами. Вот это тоже запишите и запомните. Вот эти люди, с которыми мы нянчатся, может быть мы их все-таки дотянем куда-то, не надо на них тратить время. Поэтому так быстро случилась вот эта структура и вот эта команда, да, замечательная, о которой мечтают, наверное, всех, потому что мы тратим очень много времени на тех людей, которые его с нами проводить не собираются. Представляете, ну, какая глубокая вот эта вот мысль, да? Мы стараемся и всех сделать, потому что очень многие учебники нас учат, да, мы на тренинги ходим, что можно вырастить лидера там из кого-то, да, непонятно, из пенька какого-то, да, болотного, поливать его водичкой, да, там, сто лет, да, и наконец-то на нем расцветут цветочки. Они расцветут из него цветочки. Когда в офисе была вот эта встреча, на которую попали, к сожалению, очень мало народу, да, всего там 30 человек, вот, у меня чего-то там возникла такая мысль, ну, как я говорила там, ну, много про чего очень быстро и так вот наскоком, да? Это про время, которого у нас с вами не так много, вот как сейчас у нас в этом семинаре, который кончается, да, вот столько много всего хочется сказать, столько много людей тут замечательных и, ну, приходило, которым нужно было дать слово, потому что это, да, вот, придало этому семинару там и вес и значение. Времени этого у вас мало, поэтому нужно его расходовать так, как это будет для вас эффективно. В этом различие. У тех людей, у кого ни черта не получается, и у тех, кто что-то получает, что-то получается. Вот только в этом, наверное, больше ни в чем. А то, что, скажем, вот я не такой, когда вот вы кивали головами, наверное, вот у этих харизм, а у меня ее нету, да, в каком-то, я не помню, фильме было, значит, да, ну ты, а, ну ладно, иди пока харизму нагуляешь, да, потом придешь, да, делать наше дело. Здесь, скажем, у нас вот когда вы отбираете людей, как у нас, когда мы проводим с вами презентацию в бизнес именно, да, мне очень нравится вот эта презентация. Приглашать людей в бизнес, да, там они пусть думают. На продукт это самое простое. Рядом там с буквы они увидят соглашение, каталог, да, который есть, продукт они, они увидят сами, они найдут, что им нужно. Самое главное, вот эту вот возможность людям показать, причем вот всем, и с самого начала, чтобы она была. Конечно, бывают такие случаи, когда приходит человек, у него там болит нога, живот или еще что-то, и он просит именно продукты, больше ему ничего не надо. Да ради бога, да, получите. Но если человек что-то ищет, а мы ему начинаем там предлагать непонятно что, да, получается тоже непонятно что из нашего бизнеса. Нужно как можно, знаете, больше найти. Я думаю, здесь вы сегодня услышали очень много, несмотря на то, что было вроде как весело и вроде как несерьезно, да, но было, по-моему, вот я просто знаю, когда вы будете здесь работать, да, вы поймете, что значимо, а что не очень, что глубоко, а что поверхностно. Сегодня было на самом деле весело, но очень глубоко. Здесь вы услышали, я думаю, кто понимает, да, кто-то вышел, тот пусть и идет, да, а кто понимает, я думаю, тут услышал очень много очень глубоких и правильных вещей. Потому что, что здесь главное, да, сейчас на данном этапе и вообще у нас две перегруженности, говорят, когда вот другие условия, да, у нас сейчас, на самом деле у нас другие условия. 96-й год это было одно в нашей стране, сейчас это другое. Но, понимаете, если мы творчески не подходим, да, вот правильно Игорь говорит, может быть, мы соберемся и будь, а как я это говорил, да, вот, а как бы Валер, например, вот в этой ситуации, да, действовал, а как бы он действовал? Вот, есть эти различные, скажем, методы, способы и так далее. Мышление должно быть немножко нестандартным, когда вы делаете какие-то вещи. Есть ли такая мудрость старая, если ты постоянно делаешь то, что ты делаешь постоянно, да, как бы ты постоянно останешься тем, вот кем ты сейчас есть, да, вот это вот так. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно как-то поменять те действия, которые вы делаете. И нужно поменять это отношение, да, ко всему. Вот последнее, скажем, да, что мне, ну, очень нравится такая идея, это смотреть на все со стороны и вам очень рекомендую, это очень полезно. Особенно, если вы здесь какое-то время уже проработали. Это, смотреть на все, что происходит в компании, на все, что происходит в вашем бизнесе, как вы со стороны. Согласитесь, что всегда взгляд со стороны, он свежий, да, он, да, он дает именно понимание вообще, что происходит. А когда мы внутри ковыряемся, да, друг с другом, и мы рассматриваем какие-то проблемы, которые вообще никому не понятны. И они не дают тех решений, которые действительно будут эффективны. Так вот, вот этот взгляд со стороны, то, что называется там, там, по-научному, да, я сейчас очень быстро, изнаночным мышлением, вот эту мысль только скажу. Мы с вами, поскольку связаны с чем? Мы привлекаем с нами основной наш кирпичик в нашей работе для привлечения новых людей. Чем больше наша структура, тем прочнее наш бизнес, да. Для того, чтобы к нам приходили люди, нужно смотреть их глазами, тех людей, которые еще не в компании Арбор, и показывать им то, что будет привлекательно. Именно тем людям, которые не знают ни наших проблем, ни наших достоинств, ничего этого они не знают. Нужно искать вот такие идеи, нужно придумывать свои презентации, нужно придумывать свое предложение. Подумайте об этом, потому что, как бы, понятно, времени у меня уже нет, вот, как бы, зал здесь, мы ограничены во времени, но это очень глубоко и очень правильно. Для тех людей, которые приходят, нужно делать, давайте людям то, чего они хотят, а не навязывайте им то, чего вы привыкли говорить, и то, что вам кажется правильно. Ну, и, на самом деле, а, в моем случае, в моем, как бы, случае, да, у меня такая, ну, в общем, боли, вы наверняка с этим сталкиваетесь, и это без конца вылазит, да, это, когда вы предлагаете, это, ну, скажем, это имидж компании, это взгляд со стороны, сетевой бизнес очень сильно не любят, да, мне очень хочется, это такая моя мечта, чтобы мы совсем открестились, это была валютная мечта, даже когда мы, еще вот 11 лет его нет, да, представляете, он еще в то время, он говорил к тому, как мне стыдно, что вот, как бы, я не могу сказать, вот, нормально, чем я занимаюсь. Мы летели как-то в самолете, да, и он там, ну, навел порядок, да, он восстановил там права всех пассажиров, не только себя, там, вина не давали красному, он там сказал, что, они сказали, что кончилось, он там наехал, что стюардесса заплакал, в результате потом вина, мы были на пятом только ряду, вина хватило до конца самолета, и полный самолет был евреев, таких вот, штучками, да, таких, в общем, как будто они пожилые, такие вот, очень приятные такие летели, они один там через парку, говорит, уважаемый, извините, скажите, где вы работаете, чем вы занимаетесь? Валерка, по часам, так, усами там, про которые сегодня много говорили, да, пошевелил, знаете, говорит, уважаемый, говорит, я бы вам сказала, ну, вы смеяться будете, посмотрите, это было 12 лет назад, ну, вот, да, все, все мы заканчиваем, да, поэтому, как бы, вот, про то, как мы выглядим, да, что мы говорим, что мы думаем, нету времени времени. Спасибо. Спасибо.